всем привет сегодня я хочу показать вам чем можно заняться на досуге всей семьей или с детьми или просто так самостоятельно для подготовки к зиме для встречи зимы для подготовки дома и украшения домом к новогодним рождественским праздникам чтобы сделать подарки красивые и приятно здорово весело творчески провести свое время вот у меня тут несколько идей какие можно сделать открытки например вместе с детьми им совсем несложно будет нарисовать мишек пингвинчиков зайчиков вот таких вот снеговиков если более сложные хотите какие-то идеи есть вот такие вот открыточки с елочками с пейзажами дедушку мороза можно нарисовать но это конечно более сложные такие вот пушистые объемные елочки горы вот это очень легко сделать будет деткам такие украшения вот такая вот задумка тоже принципе несложно конечно вы должны были с деталями помочь на принципе это несложно здесь губочкой легко все делается нашли чпоке боится вот такие простенькие елочки можно сделать совсем маленькими детишками здесь я использую малярный скотч двух цветов из них мы такие полосочки на вырезали причем они даже отрываются без ножниц а потом сделали всякие бусинки наклейки звездочку приклеили и у меня есть специальное покрытие клей такой с блестками тут ничего не отлазит очень удобно дома грязно от этого не будет вот и я так по верху мы взяли кисточку вот так вот по верху вместе на чпокали с сыном ему очень понравился он даже для его захотел сделать то есть это очень просто все делаются с маленькими детишками можно делать открытки более серьезные для взрослых с птичками опять же всякими разными пейзажами красивой луной лесом с северным сиянием всяких всяких разных такие более сложные главное задуматься и обязательно придут вам голову хорошие красивые мысли можно сделать полноценные картины в подарок оформить красиво рамочками у меня пока не оформлено на холсте можно рисовать не качество открытка именно как картинки чтобы подарить кому-то можно делать украшение для елки для дома из ниток из пряжи для того чтобы сделать такие снежинки не нужно уметь не вязать не крючком не спицами здесь просто нужны ножницы нужны нитки обыкновенные бусинки такие я сниму видео отдельно как делать такие красивые снежинки делаются не очень просто можно сделать вот таких вот гномиков или дедов-морозов тоже никаких особых навыков для этого не нужно и не нужны не спицы нет ни крючок делается очень легко вот такой еще гном висит на ёлке классный с рыжей шапкой можно делать на деревяшках кругляшках из теста вот такие вот красивые украшения для дома и для елочки какие-то из них очень просто сделать виде снежинок какие-то более сложные то есть можно сама выбирать по уровню сложности идеи в интернете очень много я вам тут вот на кидовую идею можно вместе с детьми например вот такие прянички совсем несложные будет сделать или вот снеговичка я думаю что дети прекрасно с таким справиться снежинки они очень любят делать вот такого можно ли не сделать северного с красным ярким носом вот такого дедушку мороза мы делали в прошлом году вот обычная втулка туалетной бумаги мы ее облепили вот так вот махером шапочку прицепили глаз трубочку которую мы тут обкрутили нитками и нос ему пришли пуговицу которую нашли бусинки в общем очень прикольный дед получился вот такое мы с . делали ей понравилось делать очень ей понравилось делать вот такие вот украшения как у нее хорошо получился на снежинку даже сверху сделала на луну очень это легко она прям такую радость получила море позитива таких вот украшений этого я сама делала то слишком мелко для детишек кардинальчики девочка и мальчик ягодках веточках с ягодками сидят вот такой снеговичок тоже мы делали вместе вот еще голубая такая мятная снежинка птичку я прошлом году делала тоже на елку мой олень волшебный с гигантскими сказочными раками вот он такой есть блестящий такой классный висит снеговик тут у нас снегом запорошила оленя но он доволен все равно улыбается так вот еще одна снежинка побольше так что главное задачица я вас уверяю это и весело очень интересно и прекрасно настроение поднимается расслабляет и воодушевляет всего доброго творите дерзайте всего хорошего